В этом году в фрейверке вы найдете вещи, с которыми вы не сталкивались при разработке на других фрейверках. То есть, заглядывая в FreeWork+, вы можете частично удовлетворить свое любопытство, а что же нового есть в PHP. Какие тренды в PHP на данный момент? Загляните в плюс, вы увидите часть ответов на эти вопросы. Ладно, ну и основной все-таки вопрос, зачем разрабатывать свой велосипед. На данном этапе в моей компании, в моем отделе основным фрейверком является Zen Framework. Причем Zen Framework первой версии. Как вы уже знаете, Zen Framework первой версии это все-таки 1.10 или 1.12. Как вы знаете, это фрейверк, который заточен, точнее начинался разрабатываться с рождения PHP версии 5.2, а 5.2 давно уже как патчил. Да, и объявлено о кончании поддержки его. Вот, поэтому нужно двигаться дальше. Останавливаться на Zen Framework первым не стоит. Ну, скажем так, с ним хорошо и приятно работать, да, но работать вечно с ним не получится. В какой-то момент времени компания Zen примет решение и скажет, что мы больше его не поддерживаем. И после этого, если они это сделают как они любят, вот так, то мы такие будем сидеть и гадать, а что же делать дальше. Окей. Следовательно, оставаться на месте просто так нельзя было. Глядя на альтернативы. Что есть альтернативы в PHP community, да, какие основные фрейверки. Есть два гиганта, такие как, ну, собственно говоря, Symfony. Symfony первая и вторая уже. Ну, опять же, первую версию я не рассматриваю. Обновился Zen Framework и сказал, у нас есть теперь вторая версия. И мы такие клевые и молодцы. Но есть проблема с этими фрейверками. Они неповоротливы. Они неповоротливы в плане изучения. Они неповоротливы уже в жизни, да, по жизни, когда мы на них что-то напедалили. Они такие медленные, неповоротливые. И почему-то у меня клеймо на этих фрейверках, как на фрейверках, с помощью которых можно разрабатывать enterprise решений. Да, они такие клевые, они оттестированные там от и до. Они такие объектно ориентированные. По ним можно книги писать, как фабрики нужно строить. Ну, вы все меня понимаете, о каких фабриках я говорю, да? Не те, которые пыхтят и воздух загрязняют. Вот. Ну, нет. Мне вот эти вот фрейверки, ну, у них специализированная ниша, как по мне. И останавливаться на них и брать их, и использовать для проектов, которые составляют основную массу разработки. То есть, это как-то проекты под, ну, не enterprise решения, а, ну, какие можно взять для примера. Вот. Кто может сказать, какой для вас, что такое средний проект для вас? Ну. В чем мерить. Громче. В чем мерить? В часах. В часах давай. Средний проект по разработке C год. 365 умножить на 24. Нет, это 251, да? У нас рабочий день по 8 часов. Ну, в общем-то, плюс-минус до 2000 часов, да? Вот. Хорошо. Хороший параметр. И, в среднем, это какая-то магазин-социалочка, да? Там еще с чатиком и еще с какой-нибудь биллингом. Вот. Но это, в среднем, такие вот проекты. То есть, зачастую, ну, по меркам других языков программирования, да, вот придете вы в отдел Java, скажите, JST, а скажите, а что вы думаете о проекте на 2000 часов? Они говорят, а зачем тебе такая вот блокнотик такой маленький? Мы можем там на 20000 часов. Вот это мы можем. А 2000 часов, ну, не приставай к нам с такими небольшими, с такой мелочью. Вот. И поэтому я могу сказать, что вот почему-то, мне кажется, проекты на 20000, это уже идет, ну, если это PHP-разработка, то, в принципе, да, это ZF2 и Symfony 2. Да и разработчики Symfony и ZF, они к Java ближе, чем к PHP. Ну, это, по моему мнению. Ладно. Разобрались с этими фреймверками. Дальше есть очень замечательный фреймверк IE. Давящая, ну, как давящая. Относительно недавно зарелизил, насколько я помню, вторую, да, веточку. Вот. Я очень, кстати, надеюсь, что там она меня очень чем-то приятно удивит. Но нет. И второй версии, а то и первая версия отличается не так сильно, как я ожидал. Но, в принципе, что я могу сказать. И хороший фреймверк, но ничего такого экстраординарного в нем нет. Да, это тот фреймверк, на котором можно разрабатывать проект на 2000 часов. В принципе, можно, но мне как-то скучно. Вот. И он, да, он предсказуемый, вроде бы как надежный уже. Вот. Так, а я что, перелеснул уже просто? Я еще не все обсудил. Вот. Но не захотел я его использовать. А кто использует IEV в работе? Ну, достаточно много. Ну, тогда я не буду описывать все их недостатков, которые я не знаю о нем. Но, в общем-то, есть они у него. Дальше. Дальше идут фреймверки Kohana, Kodegniter. Эти два фреймверка тоже, ну, Kohana. Про Kodegniter, насколько я помню, там сейчас уже разродился, да, новая версия или нет? А? Они станут поддерживать. А, вообще, да? А, ну, надо будет вычеркнуть вообще отсюда, с этого слайда. А Kohana? Кто с Kohana работает? О, уже меньше, да? Ну. Вот. Тоже, вот, Kohana и фреймверки, хорошие фреймверки. Больше ничего не могу сказать о них. Просто фреймверки, еще один фреймверк. Дальше. Дальше идут фреймверки, которые мне, в принципе, нравятся. Это Silex, Slim, что там еще? Fat Free есть, да? То есть, микрофреймверки. Мне нравится, вообще, концепция микрофреймверков. Они такие забавные и веселые. На них очень прикольные педали, но если это приложение совсем простое. Потому что, если вам нужно на том же Silex сделать, хотя бы, MVC, да? То, считайте, вы уже где-то не здесь, а вот где-то к Symfony ближе становитесь. Потому что Silex, к которому прикрутили MVC, это практически уже Symfony из коробки, да? Там небольшие отличия есть, он чуть попроще, но все равно недостаточно. Но это, опять же, это мое мнение. Можете со мной поспорить на кофе-брейке, но пока микрофон у меня. Ладно, поехали дальше. Есть еще фреймверк Falcon. Falcon – это фреймверк, написанный на SEA. Это фреймверк, новая версия которого обламывает проект с вероятностью почти 100%. Вы обновили фреймверк, все упало, все пропало. То есть, такая вот противоположность и фреймверку, которую можно обновлять, обновлять. Все, система будет работать стабильно. Все, они там заботятся о обратной совместимости. У Falcon с этим они делают, как я люблю. Выпускают Talmud, что нужно обновить в системе, чтобы вот вам новая версия поддерживалась у вас. Чтобы с ней работать. Но, если честно, это немного раздражает, когда вы начали использовать версию 1.0, увидели баг. Они говорят нам, мы пофиксим в этой версии 1.1.0. Окей, молодцы. Они слово сдержали, но что-то опять сломали. Ну, это стабильная ситуация с Falcon. Ну, кто с ним работал, кто с ним сталкивался с Falcon. А вон человек ее создал, да? Нормально. Не, вообще фреймверк очень замечательный. Он быстрый достаточно. Ну, вот эта вот проблема с обновлениями, с версиями, с поддержкой через чатик ВКонтакте. Ну, в общем-то, это как-то немножко за гранью, если честно. Ладно. А что же я все-таки хотел от своего фреймверка? Я когда-то уже рассказывал на Sync PHP. У меня был доклад о юзабилити кода. Ну, кто не помнит или кто не слышал, я повторюсь, что все-таки мои требования к фреймверку. Во-первых, жесткое соблюдение стандартов. Слава богу, уже вот сколько год существуют стандарты PSR 0, 1, 2 и даже 3, которые мы зачем-то поддерживаем. Ну, ладно. И когда в фреймверке нет поддержки автолоадинга, на него смотришь такой, откуда ты его достал. Поэтому хотя бы PSR 0, это автолоадинг классов фреймверка, это уже, я думаю, все поддерживают современные фреймверки. PSR 1 и PSR 2 это стандарты о том, как расставлять пробелы до скобочки. Как бы это ни звучало смешно, но все равно это важно, чтобы у вас весь код был выглядят одинаково, одинаково красиво, одинаково понятно каждому разработчику. Окей, еще один такой момент. Отсутствие избыточности в коде. Этот момент, конечно, краеугольный камень. Вот, если мы смотрим на и фреймверк, когда они заботятся очень сильно о обратной совместимости, то их код обрастает вот этими вот deprecated всякими артефактами. И даже в WordPress я уже рассказывал о том, что WordPress любит deprecated поддерживать функции. Я вот это не люблю поддерживать. Я пишу Talmud. Ну, чем-то похоже это на разработчиков Falcon, но с одной только разницей. Я всех не шарю, да, особо, чтобы им патчи присылать на Falcon. А вот кто пользуется PHP-фреймверком, он может прислать мне pull request. Я его заобрулю и скажу спасибо. Вот, а не в контактике, блин, ну что же вы опять все сломали. Вот. Это насчет избыточности. Читаемость кода. Читаемость кода, тут много можно рассказывать, да я уже и рассказывал, что читать и понимать код нужно… Любой джулиан-разработчик должен открыть код фреймверка и понимать, что там происходит внутри. Это вот одна из задач, которые я ставил перед собой при разработке фреймверка. Опять же, еще один момент – это предсказуемость. Предсказуемость идет из читаемости и вообще… Ну, как вам сказать… Вы сели, разрабатываете на фреймверке что-то, у вас что-то сломалось, и вы с очень большой долей вероятности понимаете, где и что сломалось. И можете залезть туда, прямо в файл и сказать, о, вот здесь вот что-то я не то сделал. Или в фреймверке что-то не так идет потому-то и потому-то. Это тоже очень многого стоит. Чем это достигается? Это, во-первых, сложность кода не должна зашкаливать. Не должно быть как, если мы говорим о зенфреймверке, когда у нас очень много классов, да, оберток, там… Если у вас для банального MVC вам нужно для инициализации прониклить там три десятка классов, то это немного непрозрачно и понять, где и какой из них сломается, сложно. Поэтому в блюзе все попроще. Там классов поменьше. Окей. Что же нам вот эти вот задачки перед собой поставил и что же можно добиться? Добиться можно, во-первых, то, что джуниор-разработчик, который знаком с PHP отра до недели, он может разрабатывать с использованием фреймверка, мало того, что использовать фреймверк, но и разрабатывать код правильно. То есть он может посмотреть на текущие примеры, сказать, о, я знаю, как это сделать. И сделал по примеру, ну, по примеру, это я громко говорю, да, Ctrl-C, Ctrl-V, и это работает. Это тоже очень положительный аспект любого фреймверка. Что еще? Ну, да, копирую работу. Ладно. Какие же все-таки вкусности есть внутри фреймверка? На данном этапе фреймверк требует как минимум PHP 5.4. То есть это namespace, да, анонимные функции, замыкание, что еще? А, ну да, примеси. Кто сталкивался с примесями? PHP. Сталкивались или работали в коммерческом проекте, да, использовали? Ну и как вам эта фича? Отличная игра. Такого начудить можно вообще. Ладно. Ну, собственно говоря, если я говорю о новой версии PHP, то следовательно мы все эти вкусности можем пощупать своими руками, можем что-то еще добавить, и это всегда хорошо и положительный момент в фреймверках. Немногие сейчас фреймверки могут сказать, я для работы хочу новый, самый новый PHP, потому что я использую то-то, то-то и то-то. Ну, я, кстати, больше не знаю, какие фреймверки требуют 5.4. Знаю, что 5.3 требуют очень многие уже. А насчет 5.4, у кого есть инфа? Ну вот, отлично, значит. Значит, вы теперь знаете один фреймверк, который требует как минимум 5.4. Ладно, что еще? Фреймверк, ну, как уже полагается, я думаю, уже многие фреймверки качуют на Composer. Это менеджер, package manager для PHP. Он позволяет отслеживать зависимости. И, собственно говоря, приходит на смену пиру и очень и очень, как это, true way. Правильный путь развития. Кто уже с Composer работал? О, ну, отлично. Ну, конечно, я бы хотел видеть лес рук, да. Ну, чаще это уже хорошо. Ладно. Ладно. Дальше. По наполнению самого фреймверка, фреймверк вообще делится на две части. Это непосредственно сам фреймверк и скелетон. Скелетон – это обвязка, которая – это как пример простого проекта на блюз-фреймверке. Вот в этом простом примере используются jQuery, Require.js и Twitter Bootstrap. Twitter Bootstrap – вообще такая штука замечательная, ее даже многие заказчики сейчас требуют. Сделайте мне админку с Twitter Bootstrap. Извините. Удобно, быстро, красиво и, главное, подешевле. Ну, со скелетоном можно еще будет познакомиться отдельно. Еще что. Фреймверк хостится на гитхабе. На гитхабе, следовательно, каждый может зайти, посмотреть. Я думаю, многие из вас зарегистрированы там. И можете форкануться и прислать неполу-реквесты. Я почитаю, там откаменчиваю, что-нибудь поправим и даже залью. Но это при желании. Я надеюсь, оно у вас появится. Отдельно хочу отметить все-таки использование Travis. Travis – это Continued Integration Server. Мы используем сайт, который предоставляет бесплатные услуги по обеспечению CI. Вот. Travis.ci.org, насколько я помню. И используя Travis.ci, мы используем все плюшки в CI. Это, во-первых, конечно же, юнит-тесты. Куда уж нынче фреймверков без юнит-тестирования. Ну, конечно, с покрытием кода не все так гладко, как нам бы хотелось. Но мы стараемся, мы наверстываем упущенное и добавляем тесты. За PSR, за соблюдением стандартов PSR следят непосредственно коды снифер. И давайте посмотрим, наверное, на то, как выглядит билд на Travis. Можно посмотреть? Посмотрим? Отлично. Алло-алло. Ну, собственно говоря, как я и говорил, есть фреймверк и непосредственно скелетон. Вот, собственно, непосредственно репозиторий на GitHub – это фреймверк. Здесь вы можете видеть конфигурацию для Travis, какие тузы подключены. Сейчас я вам подниму, чтобы вам было хорошо видно. Вот, собственно говоря, настройки. Тут у нас есть настройки кода снифера, чтобы проверялись на соблюдение стандартов. Это... Да, да, да. Можно. Это 11, да. Как видать? Вот, собственно говоря, настройки Travis. В начале у нас идет описание, что у нас будем мы билдить на PHP 4 и 5 и 5. Вот, непосредственно обновление... установка и обновление компоузера, закидывание тестовой базюки в MySQL, и уже анализ кода. Это кода сниферы, проверка на PSR 1 и 2, copy-past-detектор, чтобы не было где-то copy-past в самом приверке. Вообще, замечательная штука. Может... Очень часто выручают. Тут еще закоменчено пару tools, но я так и не решился, что с ними делать. PHP log – это количество строк кода, бесполезная, конечно, штука, ради интереса. Месс-детектора. Ну, еще не подключил. Вот. Вот, собственно говоря, конфигурация как по юниту. Мы запускаем и проверяем. Так, сейчас... Пойдем-ка мы... На главной страничке есть ссылка непосредственно на build. Вот он у нас пошел успешно. Сейчас перейдем на Travis CE. И можно посмотреть-ка, вывод в консоль, что там Travis нам рисует. Ну, вот здесь видно, что у нас была... Сборка была проведена на PHP 5.4.5.5. Последний комминтер это мой был. Можно посмотреть историю билдов всех. Да, он тут... Так, должен где-то сломан быть. Ага, ну вот, есть сломанный build. Вот. Есть время, сколько затрачено было. Ну и давайте все-таки... Увеличить, да? Как он спрятан теперь? Одновидно. Так вам... А, увеличить, да? Да? Вот так выглядит лог билда на Travis. Собственно говоря, это установка была с композера, конфигурация. Так. Что-то тут я не вижу красивостей в виде. Вообще, Travis, поскольку он бесплатен, он имеет свойство иногда подать. Иногда вот в консоли, да, он говорит, что вот что-то тесты не запустили. Не запустились. Хотя, ну, конфигурация прочиталась, а результаты тестов я не вижу. Хотя они съели три метра к памяти. Вот. Ну, как-то странно он себя иногда ведет. Можно сейчас посмотреть, может, какой-нибудь другой build. Давайте предыдущий. Вот. Билд прошел успешно. Результаты... Давай, давай, давай. Сейчас куда-нибудь зайдем подальше в историю. Двухсотый. По идее должно быть все хорошо, да? Беда, беда. Вот надо было, наверное, заранее найти какой-нибудь build. Раз, раз. Ладно. Ошибочный и ошибочный. Посмотрим. Ничего. 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 Вот они сделали такие модные эти интерфейсеры. А, ну вот. Вот здесь уже хорошо видно. Собственно говоря, прочиталась конфигурация тестов и побежались выполняться тесты. Бегут, 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 бегут. Пешеходы и побужем. Вот. И говорится, что... Тут вывод, что что-то не заинтременчено. И код коварейч аэропорт. Собственно говоря, очень скромный, если честно. Вот. Все отлично, все сработало. По исцелке ничего не ругнулось. Давайте посмотрим, все-таки вы хотели сломанный build, да? Да. Вообще, тут есть инет. Можете посмотреть билды все. Да, это точно. Это... OnePage Application. А, ну, собственно говоря, сломался билд только на PHP 5.5. Как интересно. А что, он сломался? Где-то сломался. Вот implemented. А, это был еще PHP версии 5.5.0.beta.1. И неудивительно, что там что-то могло сломаться. Ага. А, версии 5.5... PHP версии 5.5.0.beta.1. Насколько я помню, я не знаю, как сейчас, пир, он немного нерабочий. Да, я не знаю, сейчас уже не адаптировали под 5.5 версию или нет. Ну, вот, видите, вышел 5.5.0.beta.1. Даже бета-версия. На Travis появилась данный environment. И можно было уже проверить, как ваше приложение работает или нет на PHP 5.5.0.beta.1. Так. Ну, вот. Как всегда. Ну, уже. О! Теперь, как всегда. Ну, хорошо. Рассказал я про Travis. Вообще, это замечательная штука. Если вы не используете Travis или у вас не open-source решение, да, то можно использовать Jenkins на сфтапе для себя. А есть еще у нас, что? Adjetbrains, как называется? TeamCity. Вот. Да, подсказывают из зала. Тоже замечательная штука. А, насколько я помню, она бесплатна для 10 пользователей. Вот. Так что дерзайте. В любом случае используйте. Это не ноу-хау. Это уже build-серверы используют, ну, continuous integration сервисы используют многие. И если вы еще не используете, то, я надеюсь, вы задумаетесь очень крепко. И завтра будете гуглить, как же это все наставить у себя. Вот. Если вы решите, что будете использовать Travis, то вы можете зайти на GitHub, посмотреть, как он у меня настроен. Вот. Вообще, я вам скажу, что очень много вещей, которые, если вы что-то не знаете, очень хорошая практика. Идете в кабинеты каких-нибудь бренда. Вот. И смотрите, как это сделали они. Исправить пару ошибок за них и нормальные. Можете использовать у себя. В частности, ну, там, Composer использует... Кто? И Amazon использует, насколько я помню. Ну, по крайней мере, точно знаю, что Amazon SDK использует Composer. Они вообще молодцы. Представляют возможность инсталить амазоновскую SDK-шку, как хотите. пир, композер, фарку, можете архивчик скачать. В общем-то, все на любой вкус. В этом смысле молодцы. Так что, если что, заглядывайте на GitHub и подсматривайте, как делают другие. Собственно говоря, ну что, перейдем непосредственно к коду. Код достаточно простой. Я старался все-таки делать, чтобы код был читабельный. И если не считать вот этих стульчиков, которые вам мешают читать код, то, в принципе, думаю, любой человек здесь сидящий поймет, о чем речь. Я думаю, не сильно поможет, если я эти стульчики уберу. Это трибуна мешает. Да, трибуна мешает. Ну, трибуны я не уберу. Собственно говоря, это некая модель в фрейверке, которая состоит из двух файлов. Это table и row. Как же этот паттерн называется-то? Из головы вылетело. Подскажете? А то есть кифрек? Да вот что-то похоже на кифреках, наверное, да? Что-что? Что-что? Ну, гэтвей такое... Скорее, какой-то микс, который я считаю удобным. Я не люблю классические паттерны, которые у нас любят поучить товарищей, которые учат другие языки программирования. Поскольку они не так удобны в работе. То есть, я говорю, мне удобно работать сходом таким-то образом. Они говорят, ну, это ж неправильно, это ж там не по фэн-шую. Я говорю, а в смысле, как это не по фэн-шую? Если мне по фэн-шую, по-вашему, совсем неудобно, да? Вот. И камни где-то там под боком мне нифига неудобно. Вот. Так что, вот такой вот код. Собственно говоря, это позволяет работать с row. Фактически table в настройках мы прописываем всего лишь название таблицы. Прописываем primary ключи. И все. У нас есть два класса. Мы можем работать с некой таблицей в базе данных. Собственно говоря, мы можем там прописать, вот здесь в примере, в doc-блоке комментов, прописаны свойства. Вот эти свойства, они тут прописаны, ну, они в данном случае не выполняют никакую функцию. Не функция таблицей, да? Вот. Здесь они только для того, чтобы у вас IDE аккуратненько рассказывал вам, какие есть свойства у данного класса. Это всего лишь для автодополнения в IDE. Ну, по крайней мере, PHP-шторм вообще замечательно с этим справляется. То, я думаю, NetBeans тоже и что у нас еще? То, чем еще вооружился. Sublime? Это что, ваше IDE? Да, Sublime 2. Да, Sublime 2 тоже. Ну, вообще, это редактор. Ну, я не помню. Он… Не, как редактор он отличный, я согласен. Ну, вот как и IDE. А? Ладно. Ну, я, как это, я буду агитировать за PHP-шторм, потому что я ничего удобнее еще не видел. Вот. Да и цена у него вполне разумная. Вот. А что вы смеетесь? А, то есть, ваше true – это бесплатно, да? В принципе, я нормально. А, ну, кстати, вот я хочу дополнить, что PHP-шторм дают лицензии для опенсорс-разработчиков, и можно в полной помощи. Тем более, если вы K-класс разработали, то… У меня, в действительности, была лицензия, ну, лицензия на PHP-шторм – это всего лишь на год, если кто не знает. А, open-source лицензия у меня была, когда я разрабатывал тему для WordPress-конструктор. Слишком много скачиваний, и решили дать мне и PHP-шторм. К сильности можно пользоваться вполне легально и бесплатно PHP-штормом, и для этого есть easy-access-программ. Это, когда вам придется, как это, быть подопытными кроликами, и будете ссылать репорты, что у вас крашится эта ешка. Ну, хотя у меня ни разу такого не было. Ладно, ну, что-то мы углубились, да, не туда пошли. Ладно. Вот, собственно говоря, это вот у нас такая модель. Модель, которая матчится на базу данных. Насчет базы данных. Я изначально задумывал блюз как фрейверк, который работает только с MySQL. Не знаю, может кто-то посчитает это недостатком, но блюз все-таки ориентирован на проекты, как это, средней руки, да. То есть на Enterprise он не канавит, а вот для этих средних всех MySQL, я вам скажу, обычно хватает за глаза. Хотя при этом, собственно говоря, все равно работа с базой данных осуществляется через PDO, а PDO, как известно, может работать с чем угодно. Вот. Но, опять же, могу провести соцзапрос, а кроме MySQL, кто с чем еще работает? Модуры. 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 Да. Но именно SQL решение, я имею ввиду революционные базы данных, а не KVALU хранилища и… Postgres, 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 Light. Да, Postgres, Postgres, Light. С ними работаете кто? Да. С Light. С Light, да? Ну, вот. В блюзе я не закладывал вообще, точнее, он может работать с SQL Light, может с Postgres работать, но я ни разу не пробовал. Вот. Поэтому ничего не могу сказать и не могу гарантировать. Собственно говоря, и фрейверк рассчитан на такие средненькие фрейверки. Вот. Поехали дальше. Контроль. Контроллер вообще очень забавная штука. Вот, если вы вспоминаете фрейверки а-ля Zen Framework, да? Что такое контроллер? Это тот класс, который наперечкан экшенами, да? И в котором очень много-много функционалов. И он спокойно у вас вырастает до пары тысяч строк, если у вас проект тянется. Даже год не тянется, у вас три месяца, а уже пару тысяч строк. Вот. Я решил пойти по другому пути. Я решил, что много методов в одном классе это плохо, лучше пускай будет много файлов. Один файл содержит у меня фактически одну анонимную функцию. Собственно говоря, это непосредственно листинг контроллера User's Profile. Вот таким образом он выглядит. Что здесь есть? Во-первых, есть анонимная функция, которая в начале вы видите Return конструкция. Кто не знает, если вы делаете файл require или include, то функция require и include возвращает то, что возвращает файл. То есть return и он вернет это. Вот. Это для тех, кто не знал, почему тут такая конструкция висит хитрая. Дальше. В эту функцию приходит некий id. id у нас берется из request. Собственно говоря, можно даже прописать, что это параметр integer. То есть даже id автоматом будет приведен к integer. Ну, удобно, я вам скажу. Поскольку в других премьерках, когда вы говорите get this, get request, get param id, запятая, int, ну и так далее. В общем-то вот эта вот конструкция, она немного меня напрягает. Напрягает чуть реже, чем всегда. Поэтому я решил пойти таким путем. Дальше. Дальше у нас тут замкнута, да, use view. View в данном случае это view, которая принадлежит этому контроллеру. Вот такой вот достаточно простецкий код. Ладно. А теперь я хочу рассказать о докблоке, который вы здесь видите. Вот вы посмотрите на это и можете сделать предположения какие-нибудь. Вот что бы значило собака привилегий, там, view profile? Что это? Да, те, кто уже работал с блюзом, говорят, что это ACL. Окей. Да, это действительно ACL. То есть мы можем зайти на админку, ну точнее как, мы пишем контроллер, говорим привилегия такая-то. Потом заходим на админку и говорим, каким ролям мы даем доступ к этому контроллеру. Удобно? Удобно. Вот. И все это делается автоматиком. То есть замечательно, мы ничего не паримся, не начинаем расписывать в контроллере this, как там, this getApplication, getIdentity, getRoll, hasRoll, ну короче вот этой вот фигни тоже нету. Вот от этого я избавился. Но при этом стоит понимать, что вот эти док-блоки, они как-то влияют на функционал системы. То есть на них стоит смотреть, их стоит читать и их стоит запоминать, что там вообще происходит. Ладно, поехали дальше. А что значит кэш 5 минут, да? Капитан Очевидность не подсказывает, что на это что-то кэшируется на 5 минут. Да, это так, кэшируется в данном случае вьюха. То есть вместо того, чтобы вот здесь вот были какие-то вычисления, данные, которые идут во вьюху, кэшируются на 5 минут. Собственно говоря, ключом для кэширования будет имя контроллера и уникальность генерируется по ID-чнику. Понятно, по входным параметрам функции. Достаточно простое решение. Работает, работает быстро. Вот, куда кэшируется, это уже вы можете настроить через конфигурационный файл. Там можете mcash указать, можете файлы указать, тоже будет кэшироваться. Дальше. Замечательная штука road. Здесь я, видите, прописал profile.slash.id. Ну и не случайно оно вот перекликается с этим самым ID. Да, как бы опять ваш КО говорит что-то тут такое совсем уж знакомое. Тут ID, тут ID, тут ID. То есть, соответственно, таким образом вы прописываете URL, по которым будет доступен данный контроллер. Прописать их можно несколько. Единственное ограничение, что, насколько я помню, по первому URL, когда вы будете строить ссылку на данный контроллер, она будет использовать только один из роутов. Ну, не позволит вам выбрать. Ну, собственно говоря, можно дальше посмотреть на View. View. View – нативный шаблонизатор с хелперами. В общем-то, как в Zend Framework втором, у вас есть все переменные, которые вы оцените во View. Они там распаковываются. И получается, мы там закидывали на предыдущем слайде View User, да, закинули. А теперь у нас есть переменная User. Собственно говоря, есть непосредственно какие-то атрибуты данного объекта. А вот мы и строим ссылочку на непосредственно профиль пользователя, передаем ID. И у нас появится вот такая вот ссылка. Profile.id. Согласно тому роуту, что у нас прописано в контроллере. Вроде просто. Ну ладно, что еще у нас есть в фрейберке. Вообще я изначально старался избегать писать то, что и так уже хорошо написано. Вот, как пример, мейлер. Что такое мейлер в фреймверке? Это всего лишь фабрика с предустановленными настройками для PHP-мейлера. Ну я не знаю, что есть удобнее, чем PHP-мейлер. Ну разве что велосипед, который написали Zen Framework. Написали, по-моему, и Symfony написали свой велосипед для мейла, да? Кто в Symfony был? Я не помню, там есть? Swift-мейлер. А? Swift-мейлер еще в Symfony знают. Да, и знают другую, да, стороннюю? А, ну вот видите. Ну а Zen Framework точно написали свой велосипед, который очень долго догонял по функционалу PHP-мейлер. Я не знаю, догнал ли он сейчас, но вообще он достаточно глубокий был, когда я его последний раз пользовался. Вот. Translate базируется на GetText. GetText вообще такая замечательная штука, очень удобная. Те, кто работает с WordPress, должны понимать, что, ну собственно говоря, удобнее может быть, но насколько скуп, чего это нам будет стоить, это хороший вопрос. Ладно, что еще? Во фреймверке, естественно, есть реквесты, вьюшка с хелперами, аппликейшн с хелперами. Вот. Пакеджи, которые вообще есть, наверное, у любого фреймверка, который работает с HTTP. Вот. Отдельно есть еще, конечно, grid-реализация, чтобы мы быстренько могли админку наколбасить и показать заказчику. А с учетом того, что там еще Twitter и Bootstrap, то она вообще замечательно выглядит. То есть мы так ее показали, говорит. Он говорит, хочу редактор пользователя. А мы такие через два часа приносим и показываем. Думаю, офигенно. Молодцы какие. А ну да, он же не знает, что мы полтора часа из этих чая пили. Вот. Она больше совесть не позволит. Вот. Ну, точно, пакеты есть. Еще в скелетоне, в оберточке, мне понравилось то, что я сделал вот такие вот ссылочки, да. Есть ссылочка, я говорю, класс Аякс. И все, теперь по тому URL при клике мы бежим Аяксом. Вроде бы удобно. Не нужно каждый раз вот это писать, что у меня там есть обработчик и так далее и тому подобное. Вроде бы и быстрее и удобнее сделано. И не надо вот, как это, каждый раз лезть в JavaScript. То есть система за вас знает, что делать. Знает, что отправить, как отправить, что спросить. Собственно говоря, примеры еще есть. Класс Confirm. А еще можно все вместе написать. То есть спросить пользователя, а действительно ли ты хочешь перейти по этой ссылке. А если он скажет да, Аяксиком вызвать Delete. И передать туда ID 42. Вот такой вот. Достаточно простые, как это. Небольшие скрипты, которые вообще очень быстро, очень хорошо ускоряют разработку систем, где у вас много-много таких админских. На админке нужно сделать ссылки быстрые для админа. Он там хочет, чтобы быстренько. И это работало, и это работало. Ну и на фронтенде тоже помогает. Да, вопрос. А там человек первый входит. Да. Выдирайся. Вести такой вот разработчик реакции. Как получить S&M? Как получить every one? А ты хочешь кастомную повесить или… Кастомную, конечно. Хочешь пример, сейчас будет. Сейчас. Недавно. Но снимой, поэтому тут ПХП-штором может и не оказаться. А… Так. В скелетурной системе я вообще… У меня есть модуль TEST, называется. И в нем я пробую, знаете, на педалю какой-то функционал. И попробую его сразу в жизни, как он работает. Вообще очень удобно, но и оставить его в качестве примеров. Сейчас, секунду. А вот, собственно говоря, это всплывающее окошко. Вот, собственно говоря, обработчик для некой кнопки. У него яичник AJAX Callback. Я говорю на события AJAX Access вешать обработку. Вот есть AJAX Access и AJAX Error. Сейчас вот где это кнопочка, а вот, собственно говоря, кнопочка. Видно или еще увеличить? Вот есть айтичник. У нее есть класс AJAX. Ну и класс Button, который вам знаком по Twitter. Вот. Таким образом можно повесить свои обработчики. В зимности есть возможность сервер-сайда. Когда вы... Ну, для чего такие кнопки делать? Это для админа. Он там говорит, удалить пользователя. Да? И подтверждает. Confirm. Вы удалили. А дальше что нужно сделать, если страница у вас grid, к примеру? Ее просто перегрузить хотят. Ну, для этого есть возможность на сервер-сайде. Это выглядит просто как кинуть exception reload. В контроллере. Если это у вас запрос обычный, то у вас отправятся хейдеры. Если нет, то отправятся JSON. И на клиент-сайде уже будет appointment JSON. И по нему произойдет перезагрузка страницы. Сейчас я попробую на свой рабочий appointment зайти. Если это получится... Я не помню, он открыт или нет. Вот, собственно говоря, на стат и на плюс. Это мой рабочий примерчик. Собственно говоря, вот непосредственно на это вот... Так, сейчас я там сольку открою. Солька. Это фарфокс. Нажимаем кнопочку. А, ну, консоль сейчас переключимся на консоль. Вот, собственно говоря, мы поймали событие. Да? Обычное jQuery событие. Дальше что делаем, ну, что хотим, то и делаем. Где-то тут у нас есть пойманный объект. Да? Ну, и дата. То есть он там ничего нам не вернул. Ничего хорошего. Сколько я помню, это он. Или нет, не он. Вот. Вот. И вы можете обработать эти события. Вот таким нититром образом. А, вот, собственно говоря, объект, который нам приходит от сервера. Есть тут месседжи. Вот. Сейчас я вам покажу. Я демонстрирую, как это работает. Вот. Ну, в консоли мы можем посмотреть, как выглядит ответ сервера. Ну, приходит JSON, да, вот, response. FooBar. Это мы, значит, во ViewCode переменную Foo закинули значение bar. А месседжи — это месседжи служебные, которые позволяют вот эти вот месседжи отображать пользователя. Ну, вроде бы как удобно и экономит время. Для разработки админа вообще милое дело. Отмины обычно у нас не... Козни не корчат нам, не говорят, что флеш-месседжи должна выползать слева, справа, там, затеняться и так далее. То есть, ты им показал в таком виде, они говорят, о, отлично, мне это нравится. Вот. Обычно дальше ничего не хотят делать, чтобы что-то было сделано. Мало того, мы это сделали быстро, удобно, красиво. А он, если он захочет там что-то еще в пентифлюшке, мы ему скажем, сколько это будет стоить, и он их уже не хочет. Ну, вот. Такая жизнь. Ладно. Возвращаемся. Да, да. Задавай. Можно вопрос? Скажите, а вы где-то черпнули в этих ссылах? Или это ваша собственная идея? Возможно, я где-то и черпнул вдохновение, но вообще я этот фокус применял где-то года три назад. Я как-то до него додумался. Возможно, я где-то это надыбал, да, столкнулся, но вот оно у меня повелось так использовать. Возможно, чем-то это перекликается с мыслью о... Мне почему-то в памяти всплывает Doge Toolkit. Вот честно, вот почему-то с ним у меня ассоциации, когда с их бюджетами, да, когда ты описываешь декларативно в HTML поведение, да, а потом же раскрыть все это парсит и строит нам удобную интерфейсик. Вот, возможно, оттуда это пришло. Очень похоже на рельсы. На рельсы похоже? Ну, я их чуть-чуть по это, помыкался с ними, не подружился, не получилось у них. Еще раз, да. Можно я уже на слайд с контроллером? Да, сейчас. Как флеймлок определяет, какой контроллер вызвать, и есть ли робот с профессором файля самого контроллера? Смотри, роботы... Система вообще вначале проходит по всем файлам и собирает эти роботы до кучи. Как часто? А как только кэш проэкспарится этого счастья? По всем файлам. Да, по всем файлам. Да, по всем файлам. Сильности очень быстро проходятся, и... Ну, понятно, что эта штука... Делать ее каждый раз при вызове это накладно, естественно. Делается это... Я не помню, какие у меня там стояли настройки какие. Ну, по-моему, раз в 20 минут. То есть, раз в 20 минут кто-то запрашивает, да? Ну, а вообще я сейчас работаю при разработке, я вообще не использую кэш. То есть, без кэширования. И то это получается там вполне комфортно для работы, поскольку контроллеров не так много. Вот. А так они построятся, эти роуты, лягут в кэше, и с кэшом достаточно быстро все это работает. Так. Пожалуйста. Заметку хочу сделать. По сути, вы изобрели компилируемый макро-язык поверх PHP. Да. Так. Так. Господи, когда вы будете понимать, какой роут, в принципе, к кому-то контроллеров, в смысле, вот только вы рассказали, что роуты собираются, а как мне узнать? Понимаете? У меня всегда проблема. Я не понимаю, какой роут... Я тебя понимаю. Сейчас. Конечно. Но только вот в Symfony, насколько я помню, он консольный, да? Роут-менеджер. Так. Не смотрите. Тут пароль админ. Наверное. Да. Я его угадал. Вот, собственно говоря, дефолтная админка. Ой, она чуть-чуть поплыла. Какой-то экран маленький. Ну, наверное, это мое незнание Twitter-путстрапа скорее тут сыграло большую роль, чем проблемы с системой. Вот. Вот это и есть... Сейчас. О! Так лучше. Смотрите как-то. Так, не лучше. Да, с телефона лучше на админку не заходить. Да, ну шо ж ты делаешь? Так. Чем издевать шире экран? Ну, не сделаю? Как нельзя? Это что за линда такая? Ну, собственно говоря, вот это вот каска роутов, и по ним можно понять, что куда идёт. Ну, в теории. Справа прописан роут, а слева модули контроллеры, которые куда-то идут. Да. Так, тут кто-то по очереди. Есть пример юшки с транслайтом? А, да, есть. Сейчас будет, подожди. Это долго. Да. Роут же можно вообще не писать. Роут можно вообще не писать, и будет дефолтная, вот, ну, как обычно. Модуль контроллера, а дальше k-value, k-value. Ну, мне полюбилась по Zen Framework такая штука. Сейчас я ещё, секундочку, сейчас я ещё покажу, как ACL выглядит. Вот, собственно говоря, есть привилегии, да? Вот там они поползли за синей повозочкой. Для каждого модуля. И справа непосредственно у нас есть роли, и я могу сказать, кому что делать, а кому что не делать. Понятно, да? Да, вопросы? Если два одинаковых роута будут у разных контроллеров? Ну, как обычно, кто последний, тот и папа. Или первый, я не знаю. Я, честно, не помню. А, ну, кэш отключён, понятно. Капитан? Так. Вьюху. Показываем вьюху, да? Вьюху с транслейтом. Какой ужас. Это хороший вопрос задал насчёт вьюхи с транслейтом. Ну, в усиленности у меня для транслейта я по аналогии с WordPress'ом сделал две функции. У меня в фреймверке есть функции. Представьте, такой вот нонсенс. В фреймверке у меня есть функции. Есть функция с двумя подчёркивания, а есть функция подчёркивания n. В общем-то, они по аналогии с WordPress'ом, это врапер вокруг гейтекста. Хотя там можно не только гейтекст юзать, но неважно. Воспринимайте это именно так. Сейчас покажу вам ужас. Функции в фреймверке. Если честно, мне удобно использовать функции в фреймверке. Единственная проблема, что в PHP функции, которые нельзя просто взять и вызвать функцию из какого-то namespace, аккуратно и красиво. Вечно нужно вот эту namespace прописывать и говорить, откуда она называется. Ужасно бесит. Не понимаю, какие сложности возникли у разработчиков, почему они так сделали. Вот, собственно говоря, структура и все пакеты фреймверка. Видно, да? Сейчас я доберусь до функции. Вот, собственно говоря, файлик, который называется почему-то с подчёркиванием functions. Вообще непонятно почему. Вот. И тут есть функция debug, функция escape, html-atttis-aliens, да? И два подчёркивания. А, ну да, она вызывает блюз-транслятор, который внутри там фактически где-то текст. И вот на slow-form, да? Тоже враг. Ну, тут видите, небольшой хак я использовал. Вот это вот кодинг стандарт с игно в старт. Это для того, чтобы когда я прогоняю по стандартам PSR, чтобы она мне не ругалась и не ввалила build. Я сказал, вот эти вот две функции не трогай. Вот. Ну, не знаю. Мне удобно. А что там будет дальше, будет видно. Так, возвращаемся к слайдам. И есть ещё вопросы. Да. На данном фрейверке уже, наверное, ну, я не скажу, что два десятка проектов. Ну, десяток проектов, наверное, уже есть. В основном, это проекты небольшие, естественно. Это сервер-сайт. Короче, сайт для обеспечения работы мобильных приложений. Вообще, замечательно на нём такие вещи писать. Поскольку для того, чтобы... Ну, вот вы видите, да? Текст контроллера. Сейчас, секунду. Текст контроллера я вовьюп assign you user. Текст контроллера. Вот. Я могу легко, очень быстро сделать, чтобы это... Ну, вьюха стала там JSON или XML или так далее. В общем-то. Ну, счастье есть. И для создания амишки не нужно прикладывать очень много усилий. Плюс ещё админку сделать с гридами, с грудами сущностей. Делается это быстро и удобно. Вот. Что ещё? Ну, реально больших проектов на этом фреймверте он изначально не заточен под большие проекты. Он заточен под быструю разработку небольших проектов. Чтобы... Знаете, собственно говоря, это, наверное, альтернатива. Если вам говорят, а давай ты мне побыльку сделаешь sighted, ты такой, окей, давай я возьму плюс. Они говорят, не-не-не, давай ты лучше на джумле сделай, а ты ещё быстрее. Я говорю, нифига, на блюзе быстрее. Вот, собственно говоря, вот это цель этого фреймверка, да, вот это всякие поползновения в сторону сделать на джумле, да, быстро. Лучше я сделаю на блюзе. Быстро и вкусно. А по времени одинаково. Вот основная такая задумка ещё в этом фреймверке. Так, побежали дальше. Что мы ещё можем рассказать? По производительности. Это... А? Вопрос перед производителем. Давай. О модельнике. View, как был контроллер, была модель. Ну, Table и Roll, всё. Больше ничего не надо. А зачем? Не стоит усложнять себе жизнь на пустом месте. Вот... Как это... Очень много в таких проектах, да, если вот я, как привожу пример, это когда мы разрабатываем backend для мобильного приложения. В силности админу нужно взять сущность, её отредактировать, какие-то правила должны быть, да, может быть там какая-нибудь frontend, на котором есть статические страницы, может ещё какая-то информация. Вот... Так что... Этой... Такой модельки, в принципе, хватает за глаза. Ладно. По производительности. Вот этот тест, он был сделан ещё, наверное, полгода назад мы тестировали. То есть этот benchmark, может, уже не актуален. Но на тот момент это была реальность. Это... Тестилось... Дай Бог помнить. Чем это тестилось? Саш. ApachePage? Да, да. И G-Methe. 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 Сразу, да. Суга. Вот, собственно говоря, была задача... Так, сейчас скажу. Вот. Это количество запросов в секунду, сколько обрабатывает N-система. То есть, таким образом, чем... Чем меньше, тем лучше, да? Да. Или нет? Да. Это у нас получается request per second, а это у нас количество секунд, сколько нам потребовалось на то, чтобы обработать 10 тысяч запросов, насколько я помню. Да? Да. При конкурентных запросах 10, и сколько у нас потребовалось на это времени. Тестировалось, как я уже говорил, это полгода назад. К сожалению, тестировалось это на каком-то Hello World. То есть, на базовом... Скелетон? А? Скелетон, правда? Да. Ну, для блюза это был скелетон, для Zen Framework это вот мы заинсталили Zen Framework. Как он есть, азиз, так и тестили. Дезинности, вот, относительно недавно, на этой неделе, по-моему, а может на прошлой, была с Татьяной Хабрией, где говорилось, вот нефиг вот этими Hello World тестами меряться. Так что можно, в принципе, эти тесты промотать, потому что вот это как раз Hello World тесты и есть. Они не очень актуальны, поскольку, ну, скажем так, вот Symfony, да, первая тестировалась с Profile and Production. А, возможно, для ZRF тоже есть какие-то production, конфиги и так далее и тому подобное. То есть, как бы, вот мы так померили вот этого абстрактного коня в вакууме и получился, что наш конь вроде бы быстрый достаточно. А как оно в жизни будет, да кто его знает. Если писать какое-то приложение, вот, я не помню, где я его встречал, люди писали, разрабатывали приложения с четко определенным функционалом на куче разных фриверков. Я вот, к сожалению, никак не могу найти этот тест. Вот. И они выкладывали тесты. И вот там я считаю, что достаточно они такие красивые и валидные. Ну, вот здесь я вам сейчас покажу, да, что вот Blues офигенно быстренько справляется с работой, но при этом и ZRF первый справляется, тоже сравнимые результаты. Но при этом у меня более, как это, сравнивая свой опыт разработки на ZRF и на Blues, я могу сказать, что Blues все-таки, наверное, побыстрее. Поскольку я помню, в какие проблемы мы упирались с ZRF первым. Так что тут такое, достаточно абстрактные тесты. Ладно, зато есть другой. Тест на жадность к памяти. Вообще, вот этот вот тест как раз на Hello World очень наглядно показывает, кто любит память. А кому? Ну, я так понимаю, там столб мешает, да? Поэтому я продиктую, хорошо? Первое, первое этого столбика это Blues. В одном случае это с APC, а в другом случае с моим кэшем. Третий столбик это Symphony Production. Кстати, вот синяя это с включенным APC, а красная без APC. Без использования APC на сервере. Потом идет Zen Framework первый, Zen Framework второй, KPHP, CodeIgniter и Kohana. Использовалась, как я уже говорил, этот Hello World. По Hello World мы можем сказать только о том, сколько много живет памяти MVC. На большее я не знаю, на что тут еще можно смотреть. Да, CodeIgniter оказывается не такой парашлорливый, как Blues. Но я даже могу сказать, откуда ноги растут. Дело в том, что вы не забывайте, что когда мы говорим, что мы используем анонимную функцию, то функция APC, это нифига не функция. Это все-таки класс. Класс O уже. У которого даже есть два, нет, три метода. Да, насколько я помню. bind, call или construct, я не помню. bind, with или что-то в этом духе. Поэтому анонимная функция все-таки занимает памяти как полноценный класс. Со всеми сопутствующими. Так что неудивительно, что кто-то может оказаться менее прожорливым. Окей. Что же все-таки я планирую дальше? Все также планирую запускать дальше проекты на этом фреймверке. Опять же, на весовую категорию Enterprise я даже не ориентируюсь. Что хотелось бы сделать? Во-первых, в скелетоне добавить модули. Модули, которые позволят систему скелетон использовать в качестве CMS. То есть, мне не хочется для... Если заказчик говорит, я хочу и то, и то, и то, и прямо сейчас и дешево, я не хочу при этом ему ставить что-то из CMS, а потом ему доказывать, что мы не можем что-то поменять в этой системе. Поскольку заказчик на этом скажет, блин, а зачем ты мне изначально ставил? Ты же знал, что я потом приду со сменениями. Ну, у меня тогда, конечно, денег не было, но я об этом уже не помню. Вот. Такая система... Мне все-таки хочется, чтобы были готовые модули, и я мог их спокойно выбрать. То есть, в идеале, желание это создать модули, которые будут лежать на GitHub, прописать их в Composer. То есть, я, создавая новый проект, я создаю composer.json и прописываю там зависимости. Блюз.php.module.users, блюз.php.module.forum, блюз.php.module.blog. И все. У меня готовое решение с этими тремя модулями. И все отлично, и все работает. Если что-то надо, я завожу, купиливаю, и все отлично. Вот. Это вот такие далеко идущие планы, и мне бы очень хотелось, если у вас появилось желание поковыряться во фреймверке, все-таки какой-то фидбэк получить от вас. Вот. Ну, собственно говоря, ссылка на фреймверк. Можете залезть, посмотреть. Опять же, повторюсь. Я не настаиваю на том, чтобы вы в обязательном порядке что-то стартовали на этом фреймверке, но очень много вещей, которые я лично нагуглил, мне понравилось. Я их всегда, вот, эти вещи я сразу тащил в фреймверк. Я вот такой вот запасливый хомяк. Вот. И если что-то мне нравится, я их тащу к себе в дом. Вот. А вот это вот тот самый дом с кодом, в котором можно поковыряться, и что-то тоже интересное и вкусное найти для себя. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите. Я надеюсь, что вы для себя найдете что-нибудь интересное и действительно полезное. Ну, собственно говоря, на этом все. Спасибо всем за внимание. Если есть вопросы, можно задать их сейчас, ну, или через пять минут на кофе-прейте. Да. Спасибо. А у вас REST там применяется? Ну, вообще, CRUT базируется на REST. Вот. У PHP вообще с REST там не особо он такой вот гимки, поскольку, ну, хотя бы вспомнить, как работать с путем, да, мы берем поток, да, стрим, да, поскольку помню PHP. Вот. Ну, да, мы пытаемся, точнее как, там создана система, которая позволяет вытащить запросы из CRUT, извините, из POST, PUT, DELETE, GET. Ну, короче, из этого набора работает, система работает с этим набором методов и текущая админка, если зайти туда, то все редактирование работает как REST с использованием метода PUT, DELETE, да. А на чем вы делаете магазины, например, если им еще больше? Ну, давайте магазины. Магазины – это все-таки Zend Framework, если, ну, кастомные, да, такие вот, кастомные магазины, которые нельзя натянуть на что-нибудь готовое, типа, ну, скажем так, самый простой магазин, там, на 3-4 товара, это можно сделать на WordPress. Вы взяли WordPress, 3-4 товара замечательно продаются с WordPress. Поскольку, кто продает 3-4 товара? Это человек, который эти товары сам и производит. Он там вышивает крестиком и продает свои рубашки, вышитые крестиком. Вот. Ему очень удобен WordPress. Вот вы не поверите, WordPress для, как это, для неподготовленного пользователя очень удобен. А дальше, что еще у нас есть такого в арсенале? Есть OpenCart. Тоже для небольших магазинов, которые продают линейку товаров, там, без кастомизации. Очень замечательно. Несмотря на то, что внутри OpenCart не такая хорошая и вкусная, как все остальное, но свою роль она выполняет. То есть, заказчик она полностью удовлетворяет, плюс он еще такой может пойти, там, какую-то тему себе прикупить, установить, им нравится, да. Вот. Опыт с Magento. Ну, Magento понятно еще. Magento такой монстр, такой вот. Есть вся из себя, но вот эта вот их политика, что то, что вкусно, то платно, а то, что платно, то только к платному. Ну, в общем-то, оно немного отталкивает, конечно. Ну и Magento тоже. Вот. Еще вопросы? Давай. Я спросил вопрос. Какое вы видите будущее у этого фрейверка? Ну, все-таки я с оптимизмом смотрю в будущее, что мы таки реализуем вот эту вот модульную систему. И насчет того, чтобы этот фрейверк проталкивать в массы и так далее, ну, я, конечно, постараюсь это сделать. Там еще запаблишу на хабре, да, меня там еще чем-нибудь. А вас будут нехорошим. Вот. Ну, все-таки кто-то таки зацепится за фрейверк. Ну, то есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть буду набирать аудиторию людей, которые пользуются фрейверком. А вообще, задача основная все-таки облегчить жизнь для себя и, как это, быть конкурентоспособными на рынке, поскольку у нас, вы сами понимаете, рынок аутсорса, он такой. Конкуренция у нас большая и конкуренция там с товарищами, которые пишут, ну, используют ту же Joom. Ну, да, на Joom'е студент сделает столько сайтов за неделю, что просто ужас. А вот, а нам потом все это разгребает. Так что все-таки, ну, я надеюсь, что это будет конкурентоспособный продукт. И с его помощью мы будем продолжать зарабатывать деньги. Скажем, если больше и больше. Да. Ну, задача изначальная была, почему я вообще в аннатациях контроллера прописывал все. Чтобы я, вот, глядя, если мне нужно написать какой-то функционал, чтобы я открыл один файл и в нем написал функционал. Открыл второй и написал вьюку этого контроллера. Вот. Это изначально была задача. Насчет YAML. Ну, во-первых, YAML, он вообще клевый формат. Мне он нравится. Единственное, мне не нравится то, что нет нативной поддержки в PHP. Вот. Нативная поддержка в PHP есть у JSON. Но вот его эти кавычки, они немного утомляют. Особенно после того, как попользовался YAML. Вот. Поэтому уже не YAML, уже не JSON. И даже конфиги, которые есть в системе, в блюзе, они native PHP array. То есть, а кидать еще, создавать один единый. Ну, еще раз, про роут. Роуты, которые прописаны в одном файле. Этот метод мы пробовали в нашей наработке ZF Core, которая на Zen Framework базируется. Вот. И когда оно все прописано в файле, в одном, даже не в одном, у нас было по модулю, каждый модуль. Потом возникали проблемы с тем, что где это найти, где это поправить. Вечно что-то где-то забывали. И, в общем-то, с этим нюансом очень много. И намного удобнее, когда это все по-другой и в одном файле. Вот поэтому была выбрана работа с аннотацией. Понятно. Я правильно понимаю, что... Нет. Можно. Получится. Там несколько строк роут будет. И он построит матрицу, ну, массив с одинаковым путем, куда идти. А вот обратный путь он построит только один. То есть, когда мы строим ссылки, вот еще одна особенность. В отличие от Zen Framework первого, когда мы строим, используем helper URL. Я не помню, как он Zen Framework назывался, который помогал нам строить ссылки. URL тоже, да? Вы там помните, да, есть. Мы указываем ActionControllerModule, насколько я помню, в обратном порядке, да? Потом параметры, а потом имя роута. Вот. И вот я никогда не понимал, почему нужно было указывать это имя роута. Что его нельзя вычислить? Вот я его вычисляю в блюзе. Ну да, он только один можно вычислить. Ну, точнее как. Если я ссылаюсь на модуль контроллер какой-то определенный с параметрами, то это всегда будет определенный роут. Ну там я не помню, последний или первый используется, если их несколько. Ну то есть система строит всегда по одному роуту, а прийти на этот контроллер можно с нескольких роутов. Понятно, да? Еще вопросы? Ну, да. Почему плюс? Почему так назвали? То пуща музыка. Так это же тяжелое. Тяжелое? Ну ладно, давайте уже… Вы знаете, что плюс – это грусть. Вот я, знаете, вот сидел я, выбирал в рельверке. Грустил, 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 грустил. А я решил, что да, будет плюс. Ну давайте уже, если есть вопросы, перевестимся уже к луару, будем общаться там. Всем спасибо. Ну ладно, Женя будет готовиться к следующему докладу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ